Итак, мои дорогие братья и сестры, мы продолжим то, что начали разбирать на предыдущем уроке. На предыдущем уроке мы начали разбирать прекрасный пример в посланнике Аллаху Салам в том, что касается отношений с женами, с женщинами. Это как раз цикл лекций, посвященный фикху человеческих взаимоотношений. Не деловых взаимоотношений, а человеческих взаимоотношений. И как раз мы остановились на том, что пророк Салам очень хорошо относился к Хадидже. И начали разбирать примеры из жизни Хадиджи. Ему упомянули о том, что Хуснуля, Хува Минал Имам. То есть даже после смерти пророка Салам, он постоянно помнил о ней. Делал добро ее подругам, что в исламе называется верность. Сохранение хорошей памяти о человеке, которого уже нет, умер. Хуснуля. И мы, по-моему, остановились на случае с Халей. То есть как он изменился в лице, этот хадис передает Айша. То, что Галя, ее голос был очень сильно похож на голос Хадиджи. И вот однажды, когда Проксус вместе с Айшей сидел, постучалась Галя, сестра Хадиджи, родная. И он изменился в лице, о чем говорит Самая Айша в Риваяте, в хадисе. И у нее проявилась ревность, то есть всплеск ревности был. Более того, она вспылила и сказала, сколько можно вспоминать эту старую женщину из числа Курейш. Представьте всплеск ревности, которая была с красными щеками. Имеется в виду тут образ, я уже говорил, что у меня не было зубов, типа беззубая. Она умерла, а ее уже нет. И Аллах даровал тебе лучшую, нежели чем она, имея в виду себя. И Пророк Саусалим говорит Айша в этом реваяте, после этого очень сильно также изменился в лице, словно так. То есть его лицо напоминало тот момент, когда ему не спасается откровение. То есть поскольку Айша была свидетелем неоднократно того, как не спасалось ему откровение. И он сказал, нет, Аллах не заменил ее лучшей мне, нежели она. Она уверовала в меня, тогда как люди не уверовали в меня. Она признала правдивость моих слов, тогда как люди обвинили меня во лжи. Она мне помогала своим имуществом, в то время как люди лишили меня поддержки материальной. И Аллах даровал мне от нее детей, тогда как Аллах лишил меня, а других женщин, детей. Исключением является Мария Коптка, как мы знаем, которая родила Ибрахима, но который умер, будучи грудным ребенком. После этого конфликт налицо, вы же видите, да? То есть эти эпизоды из жизни пророков с Аллахом, из семейной жизни пророков с Аллахом мы приводим и разбираем для чего? Для того, чтобы мы в собственной жизни именно конфликтной ситуации, подчеркиваю, конфликтной ситуации. Потому что иман, он когда проявляется, настоящая вера когда проявляется, когда появляется проблема. На то это жизнь, испытание. То есть как пророк с Аллахом реагировал на конфликтные ситуации? Как женщины вели себя? Потому что некоторые думают, это было идеальное поколение людей в том смысле, что у них не было проблем, не было конфликтов. Нет. Пророк с Аллахом, да, он идеальный человек. Сподвижники, да, они идеалы для нас. Но они были обычными людьми, у которых были обычные проблемы, обычные конфликты. Но они решали их, руководствуясь чем? Руководствуясь тем, что угодно Аллаху, тем, чему учил пророк с Аллахом и показывал это на собственном примере. И вот эту суть мы из этих эпизодов жизненных должны улавливать для себя. После этого Айша сказала, клянусь тем, который направил тебя с истины, я не буду после этого впредь упоминать ее ничем иным, кроме как благом или благим. Удивительным является то, что к ней ревновали женщины, то есть жены Проксуса после ее смерти. Это является удивительным, как это подчеркивают ученые. Из достоинств входит же то, что он, получается, на протяжении всей совместной жизни с ней не взял вторую жену или третью жену, то есть не брал других жен. Это также подчеркивает ее достоинства, о чем Ибн Хадир писал так. И в этом есть доказательства на ее великую степень по отношению к нему, то есть к Пророку Саусалиму, на ее особенное достоинство. Так как она его обеспечила всем, нежели остальные женщины, если сравнить с остальными женщинами. И дала ему, мне сложно переводить, поскольку я перевожу автоматически, и дала ему то, что могли бы дать две женщины. Ну, что имеется в виду? Или в два раза больше? Имеется в виду, что Пророк Саусалим прожил с ней, прожил после того, как женился на ней, 38 лет всего. То есть с момента, когда он женился на Хадидже, до его смерти, 38 лет. То есть 38 лет было, грубо говоря, семейной жизнью у Пророка Саусалима. Так вот, из этих 38 лет, 25 лет было совместной жизни у Пророка Саусалима с Хадидже. 38 минус 25 сколько будет? 13. И 13 лет лишь, получается, как бы уже Пророк Саусалима, другой этап, можно сказать, да? У него было уже несколько жен, до 9. Получается, 25 это как раз две вот этой общей цифры, две трети. Поэтому Ибн Хаджар говорит вдвойне. То есть эта женщина, эта жена дала ему вдвойне то, что давали все остальные жены ему впоследствии. И как я уже упоминал, из верности Пророка Саусалима, хорошей памяти Пророка Саусалима об Хадидже, он, когда резал курбан, резал животное, он раздавал, в принципе, в общем здесь говорится, что он резал, когда животное, он раздавал это животное, это передает ревает Айша. Пророк Саусалима, Айша так говорит, Пророк Саусалима очень часто упоминал ее. И бывало так, что он зарежет овцу, а затем разделит ее на части, а затем отправляет ее подругам Хадидже. И много реваетов приводится здесь. Но смысл один и тот же этих реваетов. Также Атенаса ибн Малика передается. Когда Пророк Саусалим приносили что-либо в дар, он говорил Отнесите или отдайте это такой-то женщине. Поистине она была подругой Хадидже. Отнесите вот это к дому такой-то женщины. Поистине она любила Хадиджу. Была подругой Хадиджу, была любила Хадиджу. И так далее. Тоже интересный случай. Однажды пришла некая женщина, Пророк Саусалим, это передает Айша. В том время, как Пророк Саусалим был вместе с ней. И посланник Аллаха сказал ей, кто ты? Она сказала, она Джуфама, аль Мазания. Меня зовут Джуфама, из пленни Мазан, Мазания. Слово Джуфама, это было ее имя собственное, ну как бы имя, да. Но в языке оно означает плохой смысл. То есть, это ленивое, то есть, негативный смысл несло это имя. На что Пророк Саусалим сказал, Баль анти хасан аль Мазания. Нет, ты хасан, хасан от слова хасан, красивый. Ты красивая, то есть, поменял ее имя. Аль Мазания. Как вы? Кейфа анту, кейфа халеку. Обратите внимание, он здесь обращается к ней на вы. Хотя, некоторые говорят в арабском языке, нет вы. Вот я первый раз присвещаю к контексте, он говорит женщине, как вы. Как ваше положение или как ваши дела. Кейфа кунтум ба'дана. Как вы после нас чувствуете себя. Она сказала, Би хейрин би аби анта ва уммия Расуллиллах. В благом. Би аби анта ва уммия Расуллиллах. Это фраза стандартная, арабы так говорили. Типа пусть будут выкупом моя мать и отец. Но это подчеркивается достоинство послания Николасуса. И когда она вышла, Аиша опять из чувства женской ревности, возможно отчасти, или любопытства женского, спросила. О посланник Аллаха. Та кбалю аля гадий ель аджуз хадал икбаль. То есть, столько внимания этой старой женщине. То есть, ну, почему? Смысл в чем? На что пророк Сауссалям сказал. О Аиша, поистине она приходила к нам во времена Хадиджи. И поистине хорошая память, имеется ввиду Абыло, есть проявление имана. И то, что пророк Сауссалям изменил ее имя. И то, что пророк Сауссалям начал расспрашивать, как у нее дела, как она себя чувствует. Все это показывает отношение пророка Сауссалям к женщинам. Как он относился, как он вел себя. То есть, здесь автор, в частности, отмечает, если брать современную нашу жизнь, к сожалению, в этом есть серьезный пробел. Но мы к этому еще вернемся. Вернемся в том смысле, что как раз далее здесь приводится еще один очень-очень интересный хадис и ваяд, что пророк Сауссалям именно об отношении к женщине, об обращении к женщине имеется ввиду в словесном обращении. Как вы зовете жену, как вы реагируете на просьбу жены, как вы общаетесь с женой. На это имеется ввиду. Так вот, пророк Сауссалям не стеснялся того говорить о том, что он любит хадиджу. Смотрите. Будучи пророком, будучи семьянином, у которого было много жен, он не стеснялся говорить о том, что он любит хадиджу. Он сказал так, пророк Сауссалям сказал. Поистине мне была дарована любовь к ней. Это тоже очень важно именно с точки зрения отношений между мужчиной и женщиной, между мужем и женой. Чтобы муж не забывал об этом. Для женщин это имеет колоссальное значение. Когда муж, скажем, время от времени говорит о том, что он любит свою жену. Эти знаки внимания, они очень важны. И пророк Сауссалям, будучи пророком, еще раз подчеркиваю, дает нам пример. А если посмотреть на современную жизнь, то некоторые мужчины стесняются этого. То есть, возможно, некоторые мужчины считают это умолением своего какого-то мужского достоинства. Сказать жене о том, что ты ее любишь и так далее. Я не говорю уже о таких фразах, там, заткнись, или там, еще как-то. Я не могу себе позволить грубые фразы говорить. Но наверняка вы уже этот синонимичный ряд уловили. И ассоциации у вас появились. Те, на которые я намекаю, на которые я указываю. А пророк Сауссалям же наоборот. Он подчеркивал это. Далее. Пророк Сауссалям целовал жену, прежде чем выйти из дома. Как бы, ну, может быть мелочь, да? Но факт остается фактом. От Арва, от Аиши передается, что пророк Сауссалям целовал, то есть, это Аиша говорит, пророк Сауссалям целовал некоторых из своих жен, прежде чем выйти на намаз. Это, кстати, в этом есть бескидот против шафиитов, которые говорят, что прикосновение там портит омовение и так далее. И не принимал омовение. Арва сказал. Оруа. Оруа сказал. Наверное, это была, скорее всего, или ты, это была не кто иная, как ты, Аиша. На что Аиша засмеялась. Фадахикат. И бывало так, что пророк Сауссалям постился и целовал некоторых из своих жен. Тоже передает Аиша. Она сказала. Пророк Сауссалям целовал и прикасался в то время, как был постящимся, постился. О кяна амляку кумли ирбихи. И он был самым сдержанным, имеется в виду своих этих инстинктов физиологических, или полового влечения. Самым-самым сдержанным среди вас. Пророк Сауссалям пил из той посуды, с которой пили его жены. Тоже, может быть, показаться мелочью, но это, как бы, определенные знаки внимания. Знаки внимания, которые для женщины, для природы женской, очень важны. С одной стороны, а если мы говорим про тот период, это еще было более важно, поскольку, как известно, в Медине, а мы и говорим про Мединский период, мусульмане очень тесно соприкасались с еврейской общиной. Было несколько, как бы, еврейских общин, племен, которые туда переселились, как бы, ожидая пророка, ну, все вы эту историю знаете, хотя не уверовали, пророк пришел, не уверовали. Так вот, среди евреев у них было в быту, в традиции, в их, как бы, нормах, законоположениях, то, что они, когда у женщины были месячные, менструация, когда начиналась, они полностью, то есть, отделяли женщин. То есть, вплоть до того, что, там, на одной постели не спали, там, не ели, там, вместе, там, полностью отделяли. И это непосредственно какое-то оказывало давление, потому что это, ну, общество. Вот, и пророк Солсен, с одной стороны, как бы, показывал, противоречил этому, вот, а с другой стороны, это все мы также берем, как пример, именно отношения к женщине. Что передает Айша? Я пила в то время, когда у меня были месячные, и отдавала посуду, с которой пила, пророк Солсен. И он, она подчеркивает это, здесь в риваяте, в хадисе, и он брал эту посуду и прикасался ртом к тому месту, с которого я пила. Обратите внимание, она так и передает этот хадис, этот риваят. Я брала, но имеется в виду, ела с кости мясо, в то время, когда были у меня месячные. А затем передавала, передавала вот этот кусок с остатками мяса на нем. Пророку Солсен. И он, то есть, продолжал есть, укладывая или прикасаясь ртом к тому месту, к которому я прикасалась. Она это подчеркивает в риваяте. В другом риваяте говорится, посланник Аллаха прикасался ртом к тому месту, откуда я пила. Ну, это все признаки, как это подчеркивают ученые, признаки любви, признаки внимания пророка Солсен своим бжонам. Пророк Солсен также пользовался тем сиваком, то есть, чистил зубы тем сиваком, которыми чистили его жены. Этот риваят также приводит Айша. Она сказала, поистине, одна из милости Аллаха по отношению ко мне, то, что посланник Аллаха умер в моем доме, в мой день. То есть, когда был ее день по очереди. И то, что Аллах объединил мою слюну с его слюной перед его смертью. И далее она объясняет, как это было. Ко мне вошел Абдурахман, имеется в виду ее брат, и у него был сивак. В то время, когда пророк Солсен лежал, оперевшись на нее. И я увидела, что посланник Аллаха смотрит на него. Тогда пророк Солсен был при смерти ему, чтобы вы понимали. Ему тяжело даже было говорить. То есть, ему тяжелом состоянии было. И она говорит, То есть, я поняла по его взгляду, что он хочет этот сивак. То есть, воспользоваться этим сиваком. Я спросила, дать его тебе? И он кивнул головой. То есть, ему говорить тяжело было. То есть, он кивнул головой, да. И я отдала ему этот сивак. И он пытался, то есть, почистить зубы. Но ему было сложно. Во что дали? Почему? Потому что сивак был, видимо, свежий, еще не разжеванный. Вакульт Айша говорит, Я спросила, смягчить его для тебя? И он кивнул головой, дав знак «Да». И она говорит, я разжевала этот сивак для него и отдала его послание Каоса Сэн, после чего он воспользовался им, лежа, оперевшись на мою грудь, лежа у нее на груди. Такой интересный ревоят. Ну и мы знаем, что он так и умер. То есть, находясь в комнате у Айши, где было похоронено, поскольку пророков хоронят там, где они умерли. И бывало так, что даже пророк, саласа салям, засыпал на коленях у жены. Тоже знак внимания. Тоже определенный элемент внимания к жене. Случай также приводит Айша. В основном, Айша, Машала. Когда случай был в одной из поездок с путешествием, мы уже говорили, да, на прошлом уроке о том, что пророков хоронят брал кого-то из жен в путешествии, в путь. Соблюдается ли это суна сегодня? Сложно ее соблюдать. Хотя у пророка, саласа, было до девяти жен, девять жен, да, и он, как правило, брал в путешествиях, в походах, в путь, кидался в жребий и брал жену. И вот однажды Айша, значит, была в пути с ним, и она потеряла какое-то украшение. Из-за чего полностью весь, как бы, все, кто вышел в путь, все путники задержались. Хотя у них было недостаточно, ну, мало было воды. Из-за чего Абу-Бакр начал ее критиковать. Отец ее. Абу-Бакр начал ее критиковать. И она сказала, Атабани Абу-Бакр, Ваджа'аля, Ятану Нибьядихи Фихасырати. То есть, Абу-Бакр начал меня ругать, осуждать. И даже уколол меня, говорит, вбок. Но я не шевелилась. Фаляя мнауни мина тахарруки илля макяну расулилла. Я не шевелилась только потому, что был посланник Аллаха. Его голова была на моих коленях. То есть, мы этот реват приводим чисто из-за этого. То есть, пророк, саламу салам, лежал, и голова его была на коленях Айши. Другой реваят, также от Айши, она говорит, Кану Набиев, саламу салам, я таки уфхиджри ванаха'ид. Сумма якрава в Куран. Пророк, саламу салам, в комнате, в моем доме опирался на меня в то время, когда у меня были месячные. А затем читал Коран. Все это, опять же, указывает на отношение пророка, саламу салам, сейчас, если брать современную жизнь, все проще. То есть, есть всякие гигиенические предметы, которые упрощают все это. Тогда было это все сложно. Что передает ум салама? Ум салама говорит, То время, когда я лежала вместе с пророком Хамиса, это, видимо, такой вид одежды, рубаха какая-то или еще что-то. Сложно мне, затрудняюсь, перевести его. У меня начались месячные. И я выскользнула. То есть, ушла. То есть, они лежали вместе под одним оделом. Взяла одежду, которая была предназначена для месячных. И он спросил, Анафэстия, имеется в виду, у тебя начались месячные. Она сказала, да. И тогда, хотя она ушла, как бы, отдалилась, он позвал ее. И она легла опять вместе с ним, но уже завернувшись специально эти повязки, перевязки. В другом ревайте говорится, В другом ревайте говорится, И он позвал меня, и отхалени, то есть, принудил, то есть, чуть ли не заставил, то есть, лечь, потянул ее, то есть, под одно одеяло. То есть, все мы знаем, что есть аят, И отдаляйтесь от своих жен во время месячных или менструальных. Естественно, этот аят здесь не имеется в виду, то есть, быть вместе с женой, имеется в виду, лежать, спать вместе с ней, имеется в виду здесь интим и близость. То есть, Аллах спонталь в этом аяте запрещает непосредственную близость. В другом ревайте, от Маймуны, также, жены пророка говорится, Кяна Расулла, Сусалим, Я таджау ма'иу анахаид ва байни ва байна гусал. Посланник Аллах, Сусалим, лежал вместе со мной, имеется в виду, в одной постели, под одним одеялом, в то время, как у меня были месячные. И так далее. Ревоятов на этот счет огромное количество. Все они указывают на отношения пророка Сусалима, невзирая на то, что просто, еще раз подчеркиваю, в то время, было некое, как бы, пренебрежительное, презрительное отношение к женщине, из-за того, что иудеи, евреи так поступали. То есть, они полностью отстранились от жен, считая, что это нечистота, нечисть, женщина в этот период нечистая, то есть, грязная и так далее. И пророк Сусалим исправлял это с одной стороны, с другой стороны, отношение пророка Сусалим к жене. И здесь автор непосредственно подчеркивает, что именно в этот период, то есть, психология женщины, психика женщины страдает. То есть, эмоционально имеется в виду, то есть, происходит дисбаланс. А если мужчина проявляет определенную жесткость, мужчины сам по себе жесткий, а еще плюс, не учитывая, да, или не беря во внимание вот эту вот женскую природу, мы должны ее учитывать. То есть, это усугубляет. Впоследствии, во что это выливается? Естественно, впоследствии выливается это все в определенные конфликты, ссоры, которые, не дай Аллах, могут закончиться и разводами, руганью и так далее. Она, для нас же, прекрасным примером является посланник Аллаха, саляллаху, алейхи, Более того, посланник Аллаха, саляллаху, когда умирал, его голова была на груди Айши. Айша передает, посланник Аллаха умер в моем доме, в моих, в тот день, когда была моя очередь, бейна сахри ванахри, между моей шеей и грудью. То есть, здесь вот это. То есть, его голова была вот здесь, у Айши. В другом ревайте говорится «Кабадагу Аллаху бейна сахри и ванахри». Аллах забрал его душу, тогда как он лежал, то есть, его голова была между моей шеей и грудью. Более того, пророк, саляллаху, когда брал гусуль, полное омовение, значит, он не пренебрегал с тем, чтобы там, пользоваться одной посудой. То есть, тогда не было условий, естественно, не было ванн, не было души и так далее. То есть, черпали из там определенного корыта воду. Что говорит Айша? «Кунту ахтасилю, анаварасулу, ламининайн вахидин бейнаху, бейни ва бейнаху». То есть, «Я принимала гусуль вместе с посланником Аллаха с одной посудой, которая была между мной и им. юбадируни ва убадируху». То он меня опережал, то я его. То есть, по очереди. Сначала он, потом я и так далее. «Хатта якуль даили» даже он говорил «Оставь мне». А я говорил «Уа куль ана даали» «Позволь мне». То есть, они каком-то вроде пытались соревноваться. Это тоже определенный знак внимания. То есть, заигрывание с женой. Как хотите, называйте. Но это все важно в человеческих взаимоотношениях. В взаимоотношениях между мужем и женой. Вот. Ум Саляма также передает «Кунту архтасилу ана ваннаби мин ина ин вахидин мин аль дженаба». Ум Саляма жена пророка также говорит «Я и пророк салам принимали полное омовение после осквернения имеется ввиду после близости половой из одной посуды. что же в наше время в наше время какое отношение у мужчин у мужей к женам это я опускаю на на ваше внимание на вашу ассоциацию. Более того, пророк салам обращаясь к женам использовал уменьшительно ласкательные формы. Например, Айша также передает посланник Аллаху салам как-то сказал «Я Айш и Айш и Айш и Айш и Айш и Айш ада дибриль юкри уки салям вот дибриль пришел и дает тебе салям и я сказала и ему мир и милость Аллаха и его благодать. Также он говорил ей Айше говорил «Я Хумайра о о как это перевести о та у которой красненькие щечки вот так приблизительно можно перевести это имеется ввиду то есть специально то есть выбирал подбирал слова а в наше же время еще «Заткнись баба» что-то такое в этом роде или еще что-то то есть а мы должны брать пример с послания колоссов также Айша передает однажды с Абиссини пришли люди начали играть с мечами имеется ввиду в мечети «Факала линнаби я Хумайра а тухиббина антандури илейхим о та у которой красные щечки хочешь ли ты посмотреть на них» то есть другой реваят «Кады аят» известный ученый в комментарии к этому хадису сказал это его обращение уменьшительно ласкательное указывает на его сострадание милосердие и любовь также известно что пророк салсалям называл Айшу «Ум Абдаллах» то есть кунью давал кунью как правило дают мужчинам и кунью когда дают мужчинам у арабов было так принято то есть это подчеркивалось солидность авторитет мужчинам а пророк салсалям дал кунью ей даже то есть Айша передает когда родился Абдуллах ибн зубаир то есть получается племянник ее я взяла его то есть Абдуллах ибн зубаира и принесла к пророку и он слюну свою положил то есть в рот Абдуллах ибн зубаир и это первое что попало это достоинство Абдуллах ибн зубаира то есть первое что он вкусил в этом мире была слюна посланника Абдуллах они любили пророка настолько что этим гордились что это подчеркивается вареват кому-то это может показаться диким кому-то это может показаться странным ценности естественно разнятся у нас мусульман в исламе совершенно другие ценности посланник Абдуллах печать пророков мы любим его то есть это из имана любовь к пророку салсан любовь к посланнику и мы знаем что сподвижники даже соревновались за остатками воды которая оставалась после пророка салсан когда он брал омовение и он сказал он Абдуллах то есть он ему дал имя а ты Абдуллах а ты мать Абдуллаха и меня не переставали называть этой куньей хотя у нее не было детей никогда то есть Алишер говорит что у нее детей не было никогда подчеркивает это хотя кунью она взяла эту пророку салсан и этим гордилась в какой-то мере вот еще раз подчеркиваю наши же дни как здесь подчеркивает автор отдельно что мы можем мы можем только как правило нагрубить жене по телефону зачем звонишь мне некогда или вообще сбрасывают или кричат орут и так далее хотя тут он разные фразы тут приводит но они больше касаются арабского менталитета шайтанка балия типа старуха но это автор приводит именно те фразы которые больше используют в арабском обществе арабы нынче попрекая порицая своих жен также из признакам хорошего отношения пророка с алсамом к женам было то что он обратите внимание еще раз он просто брал их с собой в гости на угощение известный случай приводит Иван Малик что однажды некий сосед посланника Аллаха который был персом приготовил мясной отвар мясной бульон вот затем пришел порок с алсамом звать то есть позвал его в гости то есть и когда он звал Айша была рядом и порок с алсамом сказал а это то есть в революте так и говорится а это он сказал нет тогда посланник сказал нет то есть я не пойду тогда этот перс снова позвал заново позвал посланника пригласил его пророк с алсамом опять сказал а это то есть указывая на Айшу он сказал нет тогда посланник сказал нет тогда я не пойду опять перс пришел позвал посланник в третий раз пророк с алсамом опять сказал а это указывая на Айшу и в третий раз перс сказал хорошо пусть она и придет и пророк с алсамом взял Айшу и вместе пошел в его дом имам ан-Навай говорит Пророку было неприятно то, что он пойдет есть без жены то есть пригласили в присутствии получается Аиши и это было ему неприятно это указывает на хорошее добродушное отношение Пророка Саласалям к женам соблюдение этих прав семейных, а также адабов, нравственности на этом наверное остановимся я чувствую, что мужчины под таким натиском уже перегружены а женщины наверное счастливы вот, но не отчаивайтесь иншаллах, баланс будем соблюдать иншаллах дойдем и об отношениях другого характера, указывающий на другой, на другой конец палки этой сложной Акустя на Мухаммаду, инаки